Усадьба Лазаревых, расположенная в городском поселении Фрянова, одна из редких сохранившихся деревянных усадеб Подмосковья. Она была построена в конце 18 века. Сегодня уникальный памятник архитектуры, музей, сохранивший свой внешний облик и внутреннюю планировку, привлекает внимание многих людей. Усилиями наших предков удалось сохранить эту зону. Очень приятно, что совместно с нами, в общем, она велась в предложении восстановления в армии, в рейсах, в фонтанах, для того, чтобы восстановить тот комплекс, который был еще до революционного, который существовал в доме и здесь. И в тем временем, и слава Богу, сейчас мы опять решили к тому, что основными для нас становятся ваши семейные традиционные ценности. Щелковский район богат историей и традициями. Важно сохранять и передавать их из поколения в поколение. Так, в рамках проекта «Семья в усадьбе» молодежной администрации музей посетили 25 молодых семей из городских и сельских поселений нашего района. Дело в том, что на всех уровнях мы хотим активизировать нашу молодежь. И вот первые плоды того, что работает молодежная администрация, как в районе, так и во всех поселениях, один из членов молодежной администрации, девушка, предложила реализовать такой проект. Называется «Молодая семья в усадьбе». Я считаю, что это очень нужное, правильное мероприятие. Нужно приобщаться к культуре района и к культуре России вообще в целом. Экскурсия по музею, анимационная программа для детей, а после ароматная часть самовара и угощения. Но и на этом мероприятие не заканчивается. По задумке участники должны сделать что-то полезное, потому семьи отправляются в семейный сквер фряновского поселения. Сегодня в сквере «Семейный» появились 25 молодых саженцев. Каждая из семей высадила свое дерево, которое, как известно, символ жизни. Большое спасибо организаторам за такой прекрасный день. Очень рады были поучаствовать в этом проекте. Посадили семейное дерево. Это наше первое семейное дерево – «Молодая березка». Тебе понравилось? Все понравилось. Мне больше всего понравилось садить деревце и понравилось. Это чудесное место. Анна Бальет, Александр Оржевский, телерадио компания «Щелково». Продолжение следует...